Процент последний матч, решающий матч в Best of 3 финале открытой квалификации. Команда Empire играет против Big Red Machine и на данный момент счет 1-1 и это по сути решающая игра. Кто выигрывает попадает напрямую в региональную квалификацию на Frankfurt Magic. Кто проигрывает, тот завтра еще будет играть, тому еще нервишки потреплен. Ну и Team Empire забирает себе Shadow of Fiendai и забирает себе Winter Viverrn, как в прошлой игре. Только сейчас Clockwork отлетает Big Red Machine, а Vengeful Spirit, откуда ты взялась, вообще подруга, Vengeful Spirit туда же, собственно, для данного коллектива. Ну, Doom, Night Stalker и Darkseer то ли дотабаф смотрели, то ли непонятно. Биг Red Machine забанили тех героев, которых практически напротив всей квалификации забирали себе игроки Империи. ЭСФ также отходит, о ЭСФ, Туск точнее, Queen of Pain, Ликан и Разор отходят в баню от Team Empire. Ликан, откуда? Откуда? Почему? Хотя Vengeful Spirit, откуда? Почему? Вспомнили об этой подруге. Она, конечно, очень полезная, крутая, но заходит достаточно редко в общий пик. Ну, сыро забанили. Сложная линия от Empire. Пока еще не пик кто-то, и пока не ясно, кто это будет. В прошлом матче немножко экспериментальный был пик. Вот команда Big Red Machine тут даже и к бабке не ходи. Реально, Beastmaster, который на сложную пытался зайти, но не зашел. Тинни Мидлейн против ЭСФ, который тоже не зашел. Тинни очень побитый был в прошлом матче. Ну и много чего не зашло. Да и Луна тоже не зашла. Практически ничего не зашло. Может, потому что Empire достаточно адекватную агрессию на ранних левелах организовали. Может быть, потому что нехорошо реализовали свою страту игроки команды Большая Красная Машина. ВИЧ-Доктор. Третьим пиком. Ну, я смотрю, герои перестали называть свои имена, когда их берут. Очень странно как-то даже. Как-то грустно сразу стало. ВД, Клокер, Квинсгамм. Всякого понабирали. Основное время команда Империя практически исчерпана. Пойдут уже в дополнительный. Посмотрите, как мало дополнительного времени у Big Red Machine осталось. Кирио Флейн. Саппорт. Много еще чего надо забрать. Клокверк, Дарксир. Ушли. А кто бы это мог быть? Спирит Брейкера я не видел в руках Резолюшина. На самом деле, ну, по данному пику вряд ли он зайдет. Потому что подстанет бегущего Спирит Брейкера. Сложности нет. Ни у Винги, ни у Вич-Доктора, ни у Клокверка. Просто в Коге шарахнуть его. Поэтому вряд ли будет Спирит Брейкер. Тускань. А, Туск первым баном от Эмпайр. Куда там? Шейкер. Ну, от Team Empire. И, по-моему, это кандидат на сложную линию. Хотя, так же и Алоха Дэнс отыгрывал на нем. Ну, для Алоха Дэнс есть дежурный герой. Если он в баню, конечно, не отправится. Я говорю, безусловно, о Рубике. Минимум времени у машины. Минимум. Странно, почему тени не берут? Что случилось? Что случилось в наших лесах? Десять секунд всего. Керри нет, мидера нет. Слардар в роли Керри будет. А мидлейн против СФа... Ну, будут что-то придумывать. Наверное, Темплар Ассасин могла бы зайти по данному пику. Против СФа можно стоять в Темпларке. У Team Empire в любом случае есть еще один бан. И что-то мне подсказывает, что именно Темплар туда и отправится. Ну, универсально немножко по... Исполнению. Кандидатура Шейкера. Он то сложная линия, то это саппорт. В принципе, не угадаешь. Со Слардаром Шейкеру не очень просто будет стоять. Это факт. Уже и Империя под призадумывать. Ну, очень великаться на ошибки здесь. Играли, играли, целый день и слетели. Рубик. У Team Empire не стали долго ждать. Шейкер отправляется на сложную. И Алоха Дэнс будет играть на Рубике. А у него, мягко будем говорить, все очень хорошо получается. Сегодня надо нам персонажа. Да и вчера все получалось достаточно складно. И Рубик залетает в пик. Четвертый персонаж. И роль Мейнкери свободна. И мы видим, что Мейнкери тут никто и не банил. По сути, ни одного, разве что там Сайлентового Дума. Теперь Сайлентового Рейс Кинга забанили игроки команды Биг Рэд Машин. Я думаю, Темпларка должна отправиться в баню от Team Empire. То, что Винга понижает деф, плюс понижение дефа от Темплара Ассасин. Пожалуйста. Просто не перестаю удивляться потрясающему чтению игры. Ну, Лину могут взять. Снайпер. О-о-о-о. Привет. О, привет. Я тебя знаю. Снайпера забирает команда Биг Рэд Машин. Но они тут и правда экспериментируют. Пробуют, стараются. Берут тех героев, которые умеют реализовывать. Которых, еще бы тролль варлорда бы взяли. Вообще бы цены им не было. Фантом Ассасин от Team Empire. Ну, наконец-то. Дождались. Фантом Ассасин для Сайлента. Тысячу лет не видели. Все ее бустили. Все обсуждали этот новый даггер. Говорили, как же круто, как же круто. Как же круто, как же круто. Ну, круто не круто. А брать ее практически никто и не брал. Ну, и давайте сразу по героям пробежимся. Пока у нас тут небольшая пауза. Скрин забирает себе Веншфул Спирит. Седой будет играть на Клокверке в Сложной. Сландр берет Вич Доктор. Аксмо будет на Слардаре. Зэкссен на Снайпере. По-моему, будет на легкой линии... Ооо, на Мидлыне. На Снайпере стоять. Ноуфир будет играть на Винтерн Виверн. Не хочу я вообще ничего не хочу смотреть. Трезолюшн будет играть на Шейкере. Йоку на Шадоу Финде. Алоходен забирает себе Рубика. И Сайлент будет играть на Фантом Ассасин. Круто, 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 круто. Мортрет тысячу лет ее не видел. В реальной доте. Ну и посмотрим, как работают эти даггеры. Каково оно вообще. Дота Крэш у Слардара. Окей. Подождем, че нам. Все, все вернулись. Игра продолжается. И пожелаем удачи командам. Они прошли длиннющий путь. Огромнейший путь. И очень обидно будет проигрывать именно сейчас. В решающей катке. Но что делать? Такова судьба. Это спорт. Кто-то должен побеждать. Кто-то, безусловно, должен проигрывать. Ничьи в доте не бывает. И это, наверное, одна из немногих радостей этой игры. Или из многих. Скорее всего, из многих. Резолюшн забирает себе Шейкера. Отправляется на сложную. Йоку на Шадуфинде будет стоять Мидлейн. Винтерн Виверн тут. Переменная личность. Я думаю, и на Мидлейне может постоять какое-то время. Помочь Сэфу. А может и отправиться к Фантомке на топлей. Седой на сложную линию. Отправляется на Клокверке. Скрин вместе со Сландаром. Я думаю, скорее всего, вниз будут помогать Сландару, на котором играет Аксмо. Ну и за Иксцена снайпере будет стоять центральную линию. В четвером игроки команда Эмпайр на нижнем лайне. Сландар не рискнет сюда идти. У него и планов таких не было. Просто посмотрит, где кто Йоку забирает. Баунтируну на топлейне... На ботомлейне. На топлейне. Баунтируну забирает за Иксцена. Все, поехали. Крипы пошли. Командам удачи. Вам приятного просмотра. Я надеюсь, этот матч будет ярким и запоминающимся. Долгим, недолгим. Это уже не так важно. Главное, чтобы файтов было побольше. Крутых мувов было еще больше. И все нам всем понравилось. Как раз к окончанию этого игрового дня. Очень и очень долгого. С двух часов дня. Сейчас уже 11 с копейками. То есть в эфире мы уже с вами практически 10 часов. Сландер пришел помогать за Иксцена старта. Алоха Дэнс тоже не стесняется. Пришел настреливать Сландеру. Говорит, я лучший саппорт. До свидания. За Иксцена теперь настреливает. Говорит, я лучший керри. Отвали. Я умею убивать. А он действительно умеет убивать. Алоха Дэнс много настрелял кого. Каски между собой. Йоку вместе с Алоха Дэнсом разделили. Алоха Дэнс хелпой занимается. Ну так, постольку-поскольку. Больше, конечно, Харасна. Йоку пока только две души в Некромастере. У Снайпер уже 4 на 2. У Йоку 1 на 1. Не так просто стоять против Снайпера. Я думаю, вы это прекрасно знаете все. Пока не качал Шрапнейль Снайпер. Может попозже. Ну и как там давайте по лайнам глянем, как идут дела. Резолюшн 2 с копейками левел. Крипам подойти получилось. С Вингой Резолюшн с Солом может посражаться. Тотема у него нет. У него только фиссура и авторшок. И ФБ забирает Вич Доктор на мидлейне. Рубика добили. Ай-яй-яй-яй-яй. Скорее всего там что-то было связанное с касками. Да, это именно каски от Сландера. Залетели и Рубик отхватил. 2-2-7 по голде поднимает. Биг Рэйд Машин в этом файте. И по экспириенсу тоже там немного получились. Ну и выходит Сландер на хосте. Еще одни каски полетели в Йоку. Каски на этом и закончились. Но под Шрапнелью Йоку очень больно. Еще одна Шрапнель ему под ноги. Сландер, куда ж ты его бросила? Лоха Дэнс. Скрина, правда, здесь убивают. Из-за ХЦ лоу-хпшный отсюда уходит. Куда Лоха Дэнс бросил Вич Доктора? Непонятно. Просто поближе к СФу, который по идее уже уходил лоу-хпшный. Ну и это мини-провал. 2,5 минуты. Возня на Медлэйне проходит вообще расчудовищная крутая. Шадоу Финд умер. У него 6 на 3 по крипам. У Снайпера тоже 6 на 3. Но здесь вот кто фармит. Фантом Ассасин. 17 на 2. У Слардара пока 14 на 4. ПА от Сайлента заходит на ура. Причем фармит всех, кого здесь только можно фармить. И больших хрипов, и маленьких хрипов. Вич Доктор в это время умудряется еще раз забрать СФа. Ну офигеть. Скрин пришел и Йоку отваливается. Извините, это уже ночь. Я тут немножко не успеваю по таймингу сориентироваться, где у кого хп пропадает. Зато Алохо Денс на миде фармит. Третий левел у него. У СФа тоже третий левел. Ровненько идут. Алохо Денс выфармливает. Ничего так. Два крипа добил уже. Я против Снайпера сильно не пофармишь. Это непросто. Даже СФу. Я уже молчу о Рубике. И Шадоу Финт по-прежнему без батлы. У нас файт прямо под тавром команды Эмпайр. Аксмона получал от самого тавра, но резолюшн с ним... Хотя ничего так резолюшн. Где-то агрессивничает, где-то Слардару по горбу убьет. Десять крипов убил. Слардар в свою очередь убил 20 на 5. Пятый левел селедка и резолюшн четвертый, практически пятый. У Йоку непростая ситуация. Здесь все время рядом кто-то кишит просто. Кишат саппорт. Eventful Spirit здесь. Сландр здесь. Сам Снайпер харасить может очень жестко. Шрапнель третьего левела. Тут не так-то легко вообще будет Йоку уходить из этих файтов. Смок провязала команда Big Red Machine. Это Eventful Spirit и Сландр. Скорее всего отправляются за резолюшн. Ну, Сайлент фармит. Сайлент тут за всех просто пыхтит. У него это получается. 32 на 8 крипстат. Обгоняет всех по Нетворсу. Первое место. 2 400 у Фантом Ассасин. Скоро появится. Скоро это вот. Появляется уже. Появляется Power Threads. Ему не особо мешает здесь Сидоси. До четвертого левела. 11 крипов. У Сайлента мы видим 5 левел и 34 крипа. И потихоньку отхил какой-то Сайлент имеет. Но его не сильно-то и харасит. Клоквер. Сайлент еще и под собственный тавр перетягивается. Ситуация для него более-менее сейвовая. Но вот чего не скажешь о Йоку. Йоку 18 крипов, при этом 20 крипов, при этом 2 смерти. Алоха Дэнс пошел стакать. Как я понимаю, Лиса. Ну, один спот на стакл. Третьего левела Shadow Race. Здесь 2 пачки. Или даже 3. Я так не собрал. По-моему, 2 пачки всего лишь крипов было. Йоку их забирают. Ну, и Йоку появляется Боттл наконец-то. 5.51. Алоха Дэнс на руну будет спускаться. Может, кстати, Сидова и забросить. Вот сюда вот. У Сидова нет ТП. Алоха Дэнс побежал. Будет ли поднимать Сидова? Ну-ка, ну-ка. Ну, не успел. В итоге. Не успел поднять его. Забирает Regeneration Clockwork. Ему-то все равно. У него фуловое было абсолютно все. Если бы забросил на Клифф, тогда, конечно, пришлось бы помучиться немножко Клокверку. No Fear пришел на Хелпун. Фантом Ассасин. Уже есть Race Band. Фактически есть Аквила. Гентл Стрэндж для Брасера. Для барабанов, скорее всего. На Фантомке. Потому что по ХП она, безусловно, не самый живучий персонаж. Так что надо как-то укрепляться. Как там дела идут у Снайпера? Так, практически седьмой левел у Зэксце. Седьмой есть. Шрапнель четвертого левела. И... Ну, Шадоу Финду непросто. Тут ПТ к этому времени уже должно было быть. Йоку просто под Шрапнелью сейчас сгорит. Одна Шрапнель это... Больно. Две вообще неприятно. Невероятно. А три Шрапнели, по идее, Шадоу Финд не переживает. Но у Фир на позиции. Артик Берн у него есть. И, скорее всего, будут цеплять Сидова. Шестой, практически седьмой уже есть у Сайлента. Еще пара крипов. И у Сайлента будет седьмой левел. И можно будет попробовать через Даггер врываться в Сидов. Подхилили Сайлента. Криты по 248. Немного, но... Имеем, что имеем. Ну и Даггер четвертого левела у Сайлента. Интересно, появится ли здесь Дезолятор на данном герое. Я думаю, вы в курсе, что Даггер... Даггер перенимает все абсолютно дополнительные модификаторы атаки. То есть это и Мейлстром, и Мьолнир, и Дезолятор, и Ай оф Скади. Да все вообще, что... Всякие штукенции дополнительные делает. Так, у нас Снайпера в это время на мидлейне забрали. А как же я так протупил-то? Что-то Финн забирает Снайпера. Вот это да. Вот это да. Блин, блин, блин. Время не щадит никого. Особенно 10-ти часовое время в эфире. 12... Ой, 12. 1200 по голде выигрывает Эмпайр. По экспириенсу 1400 тоже для них. Счет становится 3-2 в пользу команды Биг Ред Машин. Сайлент фармит, у него 59 на 14. По крипам все это в принципе неплохо. И Аксмо в инвизи подходит к Сайленту. Будут сейчас скорее всего забирать его. Ноуфир здесь с колбой. Подэмплифай дэмэджем на Сайлента. Прыжок на Ноуфира. И Сайлент спокойненько отсюда уходит. Ну и пока Аксмо здесь, кто же тогда внизу? И где тогда Резолюшн? Резолюшн на топе. Резолюшн на топе. Резолюшн на топе, видит скрина. Фиссура пошла по нему. Ну и больше ничего не сделать. Хотя может и успеть, кстати. ПА нет, не достает. Не достает. Ренджон блинкап просто таггером отбросилась. И на этом все закончилось. 7 секунд кулдаун на сплинтербласте. Маны требуют немного. 140 дэмэджа наносит до хрена. По 260. И верно имбовая приимбовая. Аксмо снова отправляется на нижний лайн. Здесь Алоха Дэнс пока в соло. Йоку 8 левел. Зэкс Цэн. Ну-ка. Тоже 8 левел. Ровненько. Ну, здесь убийство... Свою роль сыграли. Убийство в соло снайпера. Это важная часть. Для Йоку случилось. Ну, и уже по дэмэджу у фуловой. Некромастери в 4. И души все уже есть у Йоку. Убьет по 152 с руки. Поэтому это важно, конечно, для фарма, безусловно. Ну, и плюс контроль рун. Аксмо было пытаться стопить. Фиссура по нему. Ну, и что? Неужели Аксмо здесь заберут? Должны. Эхо слэм. Еще и тотем по нему. Дальний койл от Йоку. Минус 1 от команды Эмпайр. Что становится 3-3. Удачно подрались. Очень удачно. И очень неудачно за руной выбрался у нас в итоге Аксмо. Мейнкери команды Мигроид Машин отваливается. Сайлент уже, смотрю, на коне. Приобретает себе рецепт барабанов. И всего лишь 15 копеек до самих барабанов Сайленту остается. Империя давит по голде. Причем на всех позициях. Алоходен забирает вейфу офф террор. Наорал сразу же на скрина. Сам пытается уйти. Наверное, правильно. Аксмо пока умирал. Пока сидел в таверне. Деньги потерял. Время потерял. И Слардар по фарму подпросел немножко. 5-300 в итоге у Йоку на Шадоу Финде. Он выходит в Мекку. Осталось немного до данного артефакта. Стакать не умеет Йоку, к сожалению. А так все хорошо. Ну и вард стоит от команды Бигроид Машин. Там спот просто-напросто не появляется. Ну и Сайлент на фарме. Ничего, в общем-то, нового не видим. Сайлент фармит убивает. Деньги сыпятся достаточно плотно. Обгоняет он на полторы тысячи своего прямого оппонента. Это, конечно же, Аксмо на Слардаре. И опережает снайпера за Икс Сэм. Йоку очень сильно, аж на две тысячи. Ну и Седова окружают. С двух сторон уже команда Эмпайр заходит на Седова. Седова тут вообще ничего хорошего не ждет. Очень быстро его разваливают. Сбросились по одному удару. Плюс врыв от Сайлента. Ну и этот фраг забирает интервивер. Три-четыре становится счет в пользу Тим Эмпайр. По итогу этого файта 350 по голде, 430 по экспириенсу. И Т1 тут как бонус достается команде Эмпайр. Ну и в целом они тысяч пять скоро будут выигрывать, я думаю, по Нетворсу. Развалили кучку крипов и уже тут сами танкуют тавер. Это не проблема совершенно. Шрапнель украл Рубика. Сколько зарядов Шрапнель. Три заряда Шрапнеля. Рубик теперь может насыпать... Ой-ой-ой, как сильно. Маны у него... Хоть отбавляй. Надо будет украть Шрапнель. Украдет еще раз. Хотя с другой стороны, а что еще Алоха Дэнс мог украть? Ульту Рубик... Снайпер не юзал. Поэтому единственное, что можно стырить, это Шрапнель. Я думаю, Рубик не против бы рейндж-атаки взять да и украсть. Но это фактически невозможно. Ну и команда Эмпайр на позиции. Их не видят. Их не видят. Курьер здесь висит. На всякий случай проверить, где кто может быть. Так нигде никого и нет. Ну и Курьера увидели. Курьера развалили. Курьер не добрался до магазина. И команда Биг Рэд Машин понимает, кто где находится. Хотя врываться, я смотрю, не очень хотят. Ну, проюзали в итоге Смолк. Врыв сразу же в Йоку на Седого. Седой пытается разделить на двоих команду. У Йоку есть Мека. Меку проюзали. Стоу-лоу-хэпэшный под батарея Саут. Йоку не успевает разультиться. В итоге ульт пошел от Йоку. Лоу-хэпэшный Вич Доктор. Еще и Зээксц зацепили. Его никто уже отсюда не отпускает. Зээксцц остается вместе со своими боевыми товарищами. Ну как остается. На Фонтана отправляется, безусловно. И Аксмо пытается убежать. Резолюшн дальше за ним. Фиссура через 2 секунды. Аксмо будут ловить. Хотя Резолюшн здесь один. Почему забили на него, непонятно. Сайлент, Даггер в Аксмо. Прыжок. Нет, 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 нет. Артекберн еще не скоро. Аксмо пытается через Лизерин Краш подступить. Немножко получилось. Через секунду у Сайлента будет еще один Даггер. И еще один килл от команды Эмпайр. 8-3 становится счет. Ну и разрыв становится неприличным по золоту. Почти 8 тысяч. По Экспериенсу 5 с копейками. Тоже в пользу команды Эмпайр. Ну здесь они поймали свою игру. Достаточно уверенно навязали собственную агрессию. И вы видите, что команда Биг Брэд Машин просто не выдерживает тот напор, который организовывает Тим Эмпайр. Опять где-то шумит ракеттер Клокверка. Что за жесть. По нервишкам по моим. Вот он Скрин. Чего Скрин ждет непонятно. Скрин просто прячется. Как он здесь оказался, я тоже не берусь рассуждать. Стоит и стоит себе. Что он кому-то мешает? Трогает кого-то? Нет, стоит себе спокойно. Команда Эмпайр забрала уже 2 тавера и 3-й тавер на нижней линии падает. И посмотрите, все тавера, мидлейн тавер вообще не тронутый при наличии снайпера на центральной линии. Сняли 28 хп у тавера. Это даже смешно. Здесь тоже 100 хп даже не сняли. Ну и здесь сняли 250. Ну и только сейчас за Иксц может коснуться тавера, но по-моему этого и не будет. Резолюш на копейке остаются до даггера. У снайпера появляется рецепт на Яшу. И 150 монет до приобретения самого... самой этой катаны по имени Яша. Рошана от Team Empire падает. С вылез первого левела минус деф у нас от команды Эмпайр. Ну, это не мешает только разваливать. Алоха Дэнс что-то там украл. Вуду Ресторейшн украл Алоха Дэнс. Маны много, почему бы и не юзать. Ну и на нижнюю линию перемещается No Fear. Сюда же отправляется Сайлент. У него после барабанов еще 1100 на руках. У него что-то еще должно быть. Резолюшник с даггером. Яша от Йоку. Ну и у Сайлента просто 1300 на руках. Ничего особенного. Ну и в четвером, даже в пятером здесь игроки команды Эмпайр. Сайленту надо быть осторожней. Ну и плавно Эмпайр сюда подходит. Еще и попутно Эмп... Ну что, ворвался Сайлент на... На ЗАИКС, а на Седова. Седой быстренько к своим тиммейтам. Слендера цепляют. Резолюшн долго еще до Тотема. Долго до Эхо Слэма. Сайлент цепляет Слендера. Крит проходит. Минус один от команды Эмпайр. Сейчас Винтерн Виверн. Кстати, восстановится Эхо Слэм от Резолюшн практически по всем. Ну и ульта от Йоку очень быстро справились со своими оппонентами. Игроки команды Эмпайр и Аксмо последний живой в составе Тим Биг Брэд Машин. Йоку скорее всего его догоняет. Хотя это не факт. Даггер летит к Аксмо. И Аксмо рассыпается от фессоры Резолюшн. Трипл килл от Шейкера. И по-моему дабл килл или какой-то там килл еще и от Йоку. Тринадцать четыре. На семнадцатой минуте двенадцать пусков по золоту. Девять по экспириенсу. По-моему Империя даже близко не собирается эту игру отдавать. Первый матч. Пролетела ракета. И сейчас здесь шипеть будет сутки еще, да? Нет, не шипит. Не шипит. Ну и как тут дела обстоят с Керри героями? Ноль три идет Снайпер. При том, что вроде бы наказывали на ранних левелах здесь Шадоу Финда. Толку никакого. Прыгают на скрина. Разрезал Сайлент скрина. Очень удачный крит прошел. Ноуфир. Еще и ульту дал Седова. Ноуфир, по-моему, здесь отваливается. Нет, ноуфир не отваливается. Колба плевать хотел на Дезвард. Ноуфир в итоге выживает. Но до того, как Аксмо к нему подходит. Аксмо лоу хпшный. Аксмо убили. Сайлент дабл килл. Где сам Сайлент находится? Сам Сайлент готов прыгать на кого угодно. Но это за него сделает и даггер. Проходит крит с даггера. Фантом Ассасин делает трипл килл в этом файте. Unstoppable стрик от Сайлента. Уже есть джевелиный рецепт на Скулбашер. Осталось 200 голды всего лишь. На Сландера прыгает Сайлент. Ультра килл от Сайлента. И, по-моему, Винга просит. Говорит, сделай нам не рэмпидж. Сделай хоть что-нибудь. Ну и ждем. Хотя Сайлент тут может перебыковать, конечно. Хотя блинк есть. Ну и Сайлент не дали. А что вы за люди такие? Хотя Резолюшн в это время подстопил Снайпера. Который, если б заультил Сайлента, Сайлентом не было как такового. Ну, минус пять делает команда Эмпайр. Теряет трех своих героев. Хотя, подождите. Там Аэго у Йоку никого не теряет. Двоих своих потеряли. И пятерых в итоге забрали. Перефарм просто чудовищный. Team Empire прыгает Аксмо. Его сразу же разрезает Сайлент. Монстр килл от него. И Сейдой тоже отправляется в таверну. По-моему, это Good Game All Played. Посмотрим, будет ли БРМ доигрывать этот матч. В целом, все очень плохо для них складывается. Башер уже имеется у Фантом Ассасин. 1400 голды на руках. 15 тысяч преимущества Империи. И 13 тысяч по экспириенсу тоже в пользу команды Империи. Ну и давайте пробежимся по артефактам. У нас почти 20 минут глянем, получилось ли у БРМ что-то приобрести в данной ситуации. Винга голая. Клокверк от Седова с Блейдмейлом. Вич Доктор приобретается в Огур Клаб. Тысяча с копейками у него на руках. Слардар, ПТ и Даггер. Это плохо. Это правда плохо. Да и 0.5 это плохо, будем откровенны. Снайпер. 1.4 идет. У него есть Яша. Есть Рейсбенд. Есть Пауэртретс. Мы побежали по-быстрому хотя бы Тавер один забрать игроки. Команды Бигрэдмашин, как я понимаю. Ну и давайте по Империи быстро пробежимся. Соларинг, Транквил, Буцик, Луак у Винтерн Виверн. Сайлент приобретает себе рецепт на Яшу. Приобретает себе Блейд оф Алакрити. Копейки остались до самой Яши. Или самого Яши, как там правильно. Сэнджин Яши есть. Уже у Йоку Мека. Тоже есть у Йоку ПТ, Рингу, Факвила и Тысяча голды на руках. Рубик с Даггером. Это на 20-й минуте очень даже хорошо. При наличии Урнов Шадоуз, Аркан Буцы. Ну и 9 ассистов всего по чуть-чуть. Ну и Эхо Слэм. Шейкер, конечно же, я имел ввиду. От Резолюшна есть Даггер, есть Форстаф. 1200 на руках. 5-0-13 идет Резолюшн на Шейкере. Герой зашел вообще на пятерку с плюсом. Алуха Дэнс в Соло за снайпером бежит. Разошлись, вроде бы. Успокоились. Алуха Дэнс агрессивный не только в файтах. Тут и ворды достаточно агрессивные от него. Хотел что-то подукрасить, не получилось. Ну что, необходим, наверное, Смоук от Команда Эмпайр. Усэфа уже 2000 на руках. Слизерин Краш все-таки украл что-то. Алуха Дэнс. Украл, проюзал. Еще через секунду будет Слизерин Краш поднимает. Так, Смоя, Хаслэм. Не успел, в принципе, выжить здесь. Алуха Дэнс, хотя при этом забрал Слардара. Ну и Скрин идет отдаваться Таверу. Этого не удастся ему сделать. Как я понимаю, дальний Койл от Резолюшена. Ой, от Резолюшена. От Йоку и Резолюшен. Этот фраг забирает. 7-23 счет. Конечно, БРМ игру свою потеряли. И ни Зэксэ, ни Акс... Аксмо, ни тот же Седой. Пока ее нащупать не могут. 18 тысяч золота. 16 тысяч экспириенс. Ну и все это на 22-й минуте. Многовато. Я не увидел, где это произошло. Извините. А умер Коргерой, умер Снайпер. Как там дела у Сландера? Это Сайлент просто в соло развлекается под хайграундом команды Бигрэд Машин. И уже готов Юл практически у Резолюшена. 13-й левел. А ну-ка по левелам что происходит. 13-й левел Резолюшен. И Аксмо. 11-й. 11-й Зэксэ. Здесь 14-й, 15-й. Сайлент и Йоку соответственно. Саппорты. 8-й скрин. Да, видно, что это игра в одни ворота уже идет. Ну и по фарму вы видите, что происходит. Больше чем в 2 раза у Шадоуфинда. Перефарм Снайпера. Я уже молчу, Баксмо. Ну и та же история с Фантом Ассасин. На Снайпера более чем в 2 раза перефарм. Даггер Сландера. Прошел баш. Вот какие, да, штуки бывают. Это все баш. Это Скул Баш раз и на 2 секунды ты... Точнее, на 1,4. Оглушил человека даггером. Нелепо даже как-то это смотрится. Но почему Фантомку не пикают, непонятно мне. Крутая же подруга. Да вот до жути просто крутая. Шадоуфинд приобретает себе Блэкинг Бар. Ну и можно, по-моему, идти... Заходить на хайграунд. Или все-таки дождаться Роха. Роха будет не скоро. Команда Эмпайр об этом не знает, а я об этом знаю. Все узнаю, но сказать ничего не могу. Резолюшн. Решил выйти на мидлейн. То ли батит на себя, то ли пока непонятно. Сайлент. Вместе с Аксмо будет драться. Мы посмотрим, получится ли у Сайлента хоть что-то сделать. Сайлент лох ЭПшный прыгает. Сайлент на лоха Дэнса. Ну, никто Сайлента не отпускает. Высвапывают Сайлента. Ну и Гадлайк Стрик забирают. В итоге у Фантом Ассасин Веншфул Спирит получила. Это Гадлайк Стрик сделали, к тому же, еще и минус Рубика. Йоку начинает настреливать у нас по Сидому. Сидого развалили. Дальний Койл от Йоку. Йоку разваливает еще и Веншфул Спирит. Лоу ХПшный здесь Вич Доктор. Вич Доктора добили. Ну и Зэксце приземляется прямо под Резолюшн. Зэксце пытается драться. Ноуфиру пытается настрелять. По голове Тотем есть. Удар по Зэкце. Дальний Койл. Трипл Килл от Йоку. И Unstoppable Streak. И Акс Мофф. Последний герой, который еще мог бы здесь не отправиться в таверну. Но не сегодня. 25-ая минута. Вообще критическая точка для команды Big Red Machine. Они опять сливаются в пятером. Забрали Godlike Streak у Phantom Assassin. Это все капнуло Веншфул Спирит. У нее 2-100 на руках. Но Венга не тот герой, которому очень-очень нужны были артефакты. Она приобретает себе 4-став. Это, конечно, классно. В целом, Хелпа будет постольку-поскольку. Потому что мобильная команда Empire. У Алоха Дэнс есть Даггер. У Шейкера есть Даггер. Есть 4-став. Йоку, если что, толкнут. Винтер Виверн в Инвизе. Да, Phantom Assassin за счет блинков перемещается в файте. И просто вырезает одного за другим. Вы это видели? Phantom Assassin 9-0 шла не так давно. Рошан уже сейчас появится. Об этом подозревает Team Empire. По таймингу он практически максимальное время отсутствовал. Сейчас будут, скорее всего, забирать Роху. Ну и тогда уже можно будет идти заканчивать игру. Ну и есть попытка от команды Big Red Machine. Блин, под смоком ворваться на Роху. Ракеткой прочекали. Где кто есть? Аксмо может прыгнуть. Нормально так топнуть. По всем Йоку здесь. Йоку пока никуда не девается. Неужели Йоку одного здесь оставят? У Йоку есть Black King Bar. Интер Виверн еще приморозила Йоку. Он ничего не может делать. Но половину Black King Bar простоял в этой ерунде. Йоку в итоге один остался. БКБ уже заканчивается. Поэтому у нас растягивается на огромное пространство. Ну и скрина разорвало здесь. От ульта СФа еще и Слардара разорвало. Вот все тех же вещей. Через 5 секунд будет Эхо Слэм от Резолюшна. Есть уже Эхо Слэм. За Иксэ старается уйти. Его поднимают ветра Резолюшн. У него есть Еул. Ну и здесь никуда За Иксэ не отпускают. Резолюшн побежал дальше. Дальше за Сидым. Фессура через 2 секунды. Фессура под Сидова. Резолюшн бежит, 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 бежит. Форстаф через 3 секунды. Ну куда уже на хайграунд? Это перебор, конечно. 33-9 счет. Эмпайр на ходу. Роха появился. Он уже никого не волнует. Потому что здесь минус 4. И скорее всего будет падать одна сторона. Потом Рошан. Потом две остальные стороны. Или если по одному будут подтягиваться, то наверное и несколько сторон. Ну, будем честны. Команда Big Red Machine очень классно отыграла первый матч. Взяли нестандартный пик. Классно его реализовали. И там где у них было преимущество, они с этим преимуществом знали, что делать. Теперь никакого преимущества. Саймин просто отрезает головы. Одному за другим. Прыгает на Сидова. Еще и Сидой отправляется в таверну. Йоку Godlike Strik получил. То, о чем я говорил. Не было ни игры, чтобы Йоку на Shadow of India, если Империя выигрывает, не заканчивал игру с активным Godlike Strik. Ну что, дорогие болельщики команды Empire. Поздравляю всех. Империя проходит в квалификацию региональную, чтобы добраться во Франкфурт Мэджор Турнир. Квалификация была долгая, затяжная. Два дня. Дня вчера было сыграно 5 матчей. Сегодня было сыграно порядка 8, если не ошибаюсь. Или, может, даже больше. Ну, в эфире я вот через 14 минут буду 10 часов как. Спасибо всем абсолютно, кто дожил до конца этой трансляции. Кто был с 2 часов дня до 12 часов ночи по Киеву, по Москве. А кто там еще восточнее, в наших восточных отдаленных регионах. Вам вообще огромное респект, Туля. Не забывайте, очень прошу подписываться на наш канал на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь. Ну и оставайтесь с нами. Это студия Грекам ТВ. Все это совместно с Team Empire. Еще раз поздравляю всех, кто болел и переживал за любимую команду. Всем огромный привет. Хороших вам снов или куда вы там отправляетесь, или хороших каток. Ну и я с вами прощаюсь на данном этапе. С вами был друг. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok